ЭНИМАЛ Всем привет! Мы в Скелетоне, с вами Егор, и сегодня я расскажу про поставку самого стритового бренда на планете. ЭНИМАЛ Для начала немного истории бренда. ЭНИМАЛ появились в 2000 году, их придумал Ральф Синиси. Чуваки треповали по Джорджии, и их посадили в тюрьму за то, что не катались на территории какого-то колледжа. В общем, ребята в оранжевых комбинезонах на полгода загремели, и они тусовались, пока их не выпустили под залог. Короче, была так себе история, и выйдя из тюрьмы, чуваки поехали тусить дальше, и Ральфу пришла в голову мысль, что надо создать свой бренд, помогать своим пацанам и делать что-то клёвое. В общем-то, так появился ЭНИМАЛ. Сначала ребята начали делать пэги, и самая первая маркетинговая акция, Ральф нафигачил пэг у своих корешей на токарном предприятии, и приехал на контест, и всем своим корешам раздал пэги. Пэги назывались ЭНИМАЛ, и, в общем-то, так появился бренд. О названии. ЭНИМАЛ это то, что кричали ребята, когда они делали какой-то дико мощный трюк, ну, по-русски, я не знаю, типа, дикий, я не знаю, красавчик, ну, напишите, что вы кричите, когда кто-то делает у вас трюки. Вот он! Есть один такой чувак, который так кричит. В общем, по-русски бренд назывался бы ННХ, вот как бы он назывался по-русски, очень похоже. Вот ННХ появился вот как часть того, что кричали во время трюков ЭНИМАЛ, появился как то, что кричали во время трюков. В общем, ЭНИМАЛ означает животное, и животное был чувак, который сажал какой-нибудь дикий трюк, и все ему это вопили. Так появилось название, потом ребята отписывали логотип с вот этим вот грифоном, орлом, и понеслась. В 2001 году выходит ключевое видео для компании Don't Quit Your Day Job, не бросая свою основную работу, и там чуваки катаются мамой не горю. Если смотреть видео сейчас, то все, что показывает, что видео старое, это странный велик, ну, типа, у них рули низкие, гео странные. Качество съемки, ну, хотя качество съемки сейчас тоже сознательно ухудшает для того, чтобы соответствовать тем кадрам. В общем, по уровню трюков там все тип-топ, и видео актуально по сей день. В общем, если бы ребята катались в 2021 году, так же в 2001, мы бы, наверное, взяли их на спонсорство. Ну, в общем, если вы так катаетесь, то черканите, мы подумаем, возьмем вас куда-нибудь. Сейчас за Animal, кстати говоря, катается Улий. Улий красавчик, у него свой очень крутой стиль в катании, и ребята прозрели от того, как он катается, и взяли у нас спонсорство Animal, поддерживая его железками напрямую. Ну, как напрямую, через нас, ну, короче, Улий катается за Animal. Кроме Улия за Animal катается на... Кроме Улия за Animal катается на... Кроме Улия за Animal катается Найджел Сильвестер. Сука! Нигель, да, Нигл Сильвестер. Кроме Улия за Animal катается Оги Симончини, Бен Льюис, Колин Вороньяк, Кураж Адамс, Дэн Лейси, Найджел Сильвестер. В общем, дикие чуваки катаются за Animal. Они делают это прям вот со всей душой, и, ну, вот, вот прям стритовый стрит это Animal. Ребята катаются и за другие бренды, но при этом Animal все равно держат их в своей про-команде, потому что у чуваков ставят железки Animal, и эти железки служат им верой и правдой. Кроме этого, Animal прочно ассоциируется с Эдвином Деля Россо, и чувак катается за Animal с годов основания. У него есть промодельные грипсы, и эти грипсы, ну, это чуть ли не синоним стритовых грипсов. Вот когда старики катались, грипсы Деля Россо были, вот, оооо. Это еще на Оди не так ясно дрочили, тогда дрочили на Деля Россо, потому что, ну, то стены такие, они прям жирно амортизировали, и ты был самым крутым пацаном, если у тебя были такие грипсы. В общем, если вы ищете тебе True Street железо с духом американской школы катания, то Animal прям вообще то, что доктор прописал. Есть куча стритовых брендов, есть англичане БСД, есть крутейшие шедоу американцы, легендарные культы, не знаю, Финды, Федер, в общем, все топят за стрит, все делают это круто, но у Animal есть свой собственный особый дух, и это железо, которое, ну, оно практически не ломается. Ну, серьезно, поломанных Animal очень мало, но тут справились ради мы Animal мало продаем, но из того, что мы продаем, Animal не ломается, ну, по крайней мере, гарантийных обращений по ним не было. Вилка Animal Street. Прежде чем я расскажу про вилку, пара слов об упаковке. У ребят богатейшая шикарная коробка. Шатуны я потом отдельно покажу, вообще офигеете, если не видели. Да вообще вот все, что у них поставляется в коробках, оно прям вот очень круто, прям вот реально очень круто, круче только у шедоу, потому что у них в форме гробов коробки. В общем, когда ты получаешь такую вилку, то ты чувствуешь праздник. Ну, вот ты забрал посылку, на ней вот там скотч с келетом, все вот отдираешь, а там вот такое вот, это гораздо круче, чем обычная картонная коробка. Понятно, что вообще никак не сказывается ни на чем, и сейчас кто-то может сказать, что вот почему Animal такой дорогой. Нет, Animal такой дорогой, потому что дикий курс, дорогая доставка, а коробка добавляет, ну, конечно, добавляет стоимость, но не так много. В общем, любо-дорого смотреть на красивую, качественную упаковку, и Animal в этом преуспели. Вилка называется Street, это стритовая вилка, доступна в двух моделях с выбегом 26 мм и выбегом 15 мм. Независимо от выбега, конические ноги, термообработка, места для спила штока, тут вот такие фасочки для того, чтобы вы могли аккуратненько отпилить вилку, и у вас не торчал... и у вас не торчал столб из колечек над выносом. Топкэп под квадрат, и 6-мм шестигранник утопленный внутрь, ну, такая стандартная американская штука, культа тоже такие топкэпы. Но главное это инвесткаст дропауты. Инвесткаст это когда дропаут вилки переносится с места крепления самих дропаутов, вот сюда вот на трубу, обвариваются по кругу и зашлифовываются так, что их невозможно найти. Это дает гораздо большую прочность и надежность, потому что нагрузка приходится не на швы, когда вы катаетесь, а на цельную часть дропаута. Сами дропауты с выдавленным грифоном, с кучей места под пэги, они такие суровые, красивые, топовые. На вилку распространяется пожизненная гарантия. Еще раз, пожизненная гарантия не означает, что вы можете расщепить вилку на атомы и получить новую вилку взамен. Это означает, что есть гарантия от производственного брака, и производитель уверен, что вилка сделана на совесть, ну, то есть у нее ничего не отвалится, само по себе, грубо говоря. С проявлевости ради у нас не было гарантийных обращений по вилкам Animal, поэтому, если вы вдруг ее сломаете, вы, может быть, первым, узнаем, что ответит Animal по поводу пожизненной гарантии в вашем случае. Естественно, как и любая другая вилка, она копит усталость, и как любой другой металл, она рано или поздно согнется или сломается, но произойдет это скорее поздно, чем рано. Шатуны Акимба. Вы просто посмотрите на эту упаковку. Я вот, честно говоря, добавил бы еще как в музыкальных шкатулок, чтобы открывать штуку. Ну, это просто охренеть. Вот поролоновая вставка, в которую вложены шатуны, болтики, вжимка, смазка, вал. Шатуны по 22-й вал, 22 миллиметра, 48-ми шлицевые, естественно. Трехэлементные. В комплекте смазочка. Ох, как это вырезано, прям, мама не горю. В комплекте вжимка. В комплекте написано, используйте смазку и вжимку, чтобы ставить шатуны. И сами палки. Они хромо-малибденовые, термообработанные. Мне очень нравится, как сзади написано Animal на внутренней стороне, ну, то есть вот не снаружи, чтобы все видели, и это все стиралось, а изнутри так, чтобы жил на века. И у этих шатунов также пожизненная гарантия. При этом производитель говорит, что это гарантия от полома, от излома, от слома. Ну, короче, брейкедж, как... Не сломаются, в общем, они. Если сломаются, их заменят по гарантии. Опять-таки, не было ни одного человека, который обращался бы к нам с гарантийными штунами Акимба. Это означает, или шатуны живут вечно, или люди умирают раньше, чем они обращаются к нам по гарантии. Скорее всего, производитель заменит вам шатуны, чтобы с ним не произошло. Ну, потому что, иначе бы они не писали большими буквами на сайте. Как это на деле, я вам сказать не могу. Заливать вам тут не буду, потому что, ну, не было у нас случая, чтобы мы обращались по гарантии со штунами Animal, потому что они банально не ломались. Если они сломаются, скорее всего, вам их заменят. Пару слов о гарантии. Мы снимали видос для Hellride о том, как работает гарантия. Когда к нам обращаются по гарантии, мы пишем производителю, мы пишем, «Дорогой Animal, скажите, пожалуйста, вот тут шатуны сломали». Что с ними делать? Animal дальше решает. Менять шатуны, отправлять деньги, ничего не менять. С этими штунами, скорее всего, вам их заменят. Как это будет на деле, мы не знаем, потому что с таким еще не сталкивались, потому что эти штуны еще ни разу не ломались. Серьезно, 99% гарантии не покроют случаи со слизанными штунами, когда вы криво ставите штуны и вставляете шатун на вал не так, как нужно, и в итоге убиваете все. Поэтому, если вы не ставили штуны, обратитесь лучше в мастерскую. А если мастер, п***, сломает вам штуны, то в гарантии вам откажут. Штырь. Про него рассказывать особо нечего. Он штырь, вон, в клевой упаковке, такого же красного цвета, как весь Animal. И в наличии физически штырь есть только в магазине на Ольховской. Остальное есть интернет-магазин, в хелм, может, за ним не приходить, его там нет, он только у нас. Какие мы коварные, а? Прям вообще слов нет. На нем написано Animal, на нем есть логотип, так что, если вы хотите кататься с логотипом Animal и надписью, то берите именно его. В длину штырь 20 см, что, на мой взгляд, вообще идеальный размер для штыря, чтобы кататься в стриту. Звезда Animal Full Guard V4. Звезда со встроенным гардом из 7-тысячного алюминия. У нее два отверстия под крепление на шатуны, то есть ее можно стачивать, потом перевораживаться и снова стачивать. Animal на такую же звезду без гарда на сайте пишут у нее по жизненной гарантии от поломок. Ну, то есть, понятно, что звезда сточится, зубчики у нее умрут, но если вы ее сломаете, то вам ее заменят по гарантии. Про Full Guard звезду ничего не написано, но я подозреваю, что это проблема того, кто пишет описание на сайте Animal. Скорее всего, она точно так же будет покрываться по жизненной гарантии. Короче, если вы вдруг сломаете звезду Animal, обязательно пишите нам, разберемся с производителем, скорее, если вам ее заменят. Ну, или вышлю деньги, или, ну, в общем, что-нибудь придумаю. У звезды отверстие под 24 мм и в комплекте перетеньки по 22 и 19 мм валы. Про модель марка Grala педали Red Trap, то есть крысоловка. Ну, то есть не мышеловка, а крысоловка, потому что педали прям здоровенные. У них по 20 шипов на каждой стороне, здесь дополнительные шипы по углам, по 3 штуки в каждом углу, для того, чтобы нога держалась вообще as fuck. Педали огромная платформа, хромо-либденовая ось, и они тоже в офигительнейшей упаковке. Я столько говорю про упаковку, потому что я убежден, вроде бы нейропсихологи тоже со мной согласны, в том, что мы сначала выбираем, грубо говоря, сердце, а потом уже додумываем, объясняем, почему он родится продукт мозгом. Понятно, сердце само по себе не думает, думает мозг, но он принимает решение раньше, чем основной, что он принимает решение. Так вот, когда ты смотришь на Animal, ты, черт бери, их хочешь. Ты хочешь педали, ты хочешь бомбическую вилку, ты хочешь себе звезду с гардом. Да даже, блин, потерянный штырь тоже себе охота, потому что у него настолько красиво все вот это вот написано, такая клевая коробка, что ты реально хочешь это купить. И я думаю, что это вызвано с сочетанием того, что у них реально крутой товар, у них клевый маркетинг, у них очень бодрая команда и офигительная упаковка. Если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, в чем вы считаете секрет успеха Animal и почему Animal хочется покупать, а некоторые другие запчасти, типа, ну, норм запчасти, ну, подумаешь. А вот это вот ты смотришь такой, блин, байк, что ли, себе собрать. Цепь Animal Mike Hodder. Мы, п***ь, фокус. Да? Цепь Animal Mike Hodder. Это цепь КМЦ 710, но в черном цвете и с хафлинг-завеном, для того, чтобы было ее удобнее собирать. Выбирать вам. Вы можете взять цепь КМЦ 710, вы можете взять цепь Animal, на которой написано Animal и она черного цвета. Я бы взял цепь Animal, потому что это прямая поддержка чуваков, которые делают годноту. Ну, понятно, что КМЦ тоже делает велосипедный цепь, за вот один и тот же, в итоге все приходит к одному и тому же, но я за то, чтобы поддерживать деньгами те, кто реально делает клевые штуки. Вы можете со мной не соглашаться, ради бога, но я бы купил такую цепь, а не просто безымянную. Те самые грипсы Edwin De La Rosa, но это модель V2, ну, то есть все-таки за 15 лет они несколько изменились. Диагональные насечки, грипсы довольно мягкие, они толстые, они под ребят с большой рукой или под ребят, которым нужна дополнительная амортизация. В принципе, они для этого изначально и задумывались, когда вы гасите вот эти вот огромные темы с 11 ступенек, то приятнее, если ваши руки будут дополнительно амортизированы за счет грипп. Доступны в нескольких цветах, в комплекте со всеми грипсами идут пластиковые баренды, ну, и они норм. В меру липкие, приличные грипсы. К вопросу о барендах, если пластиковые баренды из грипса вам не нравятся, то есть алюминиевые баренды Animal, на них точно так же написано Animal, шестигранчиком подтягиваете, баренды распирается на три руля, обязательно пользуйтесь барендами. Не обязательно брать баренды Animal, не обязательно брать алюминиевые, но всегда катайте с барендами, потому что вы можете распороть себе живот, если есть и без них. И это не шутки, такие случаи реально были. Баренды спасают жизни. Бомбическая красная коробка, бомбическая рулевая. Рулевой гигантский пыльник, он красивый, у него написано Animal, в комплекте пара проставочных колец, и на подшипниках выграю руна Animal. Вы эту видеть только заставить рулевую, никто это не будет видеть, потому что подшипник спрятан в раме, но это, черт подери, круто, прям, я всегда респектую таким чувакам. Да, и дополнительные траты, но как черт подери, здорово, Animal Love. Чувствуете? Мне кажется, пахнет тем, кто смотрит это видео, и не подписался на наш канал. Возможно, это ты. Подпишись, поставь лайк, нам будет приятно. Во-первых, это любовь, во-вторых, это кевлар, в-третьих, это оливковый цвет. Стандартный пивотал седло, раз, два, три, четыре, четырехпанельная обшивка, простроченный зелененьким, если у вас черный велик, будет смотреться прямо на ура. Если у вас не черный велик, ну, подумайте. Седло клевое, оно вроде бы мид, ну, то есть, ну, плотненько, его можно будет клево зажимать, за счет того, что на кевларовое оно должно подольше жить и не протираться. Короче, клевая седуха. И седло каш, оно тоже мид, тоже кевларовое, но смотрите, вот это мид-седло, и вот это мид-седло, вот это мид-седло гораздо больше, чем это мид-седло, поэтому, ну, имейте в виду, поэтому сказал, что это мид-фэд, а это, ну, такой, просто мид. Тоже кевларовая обшивка, тоже пивотал, Но здесь вот есть такая виниловая вставка, animal, 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 и такое седло проще сочетать с цветными велосипедами, потому что то оливковое, ну, нужно подбирать, а вот это просто ставишь на любой бэк, и ты король стиля, и шаришь в третей, и вообще, девчонки, при виде тебя падают ниц. А еще посмотрите, какая у каши упаковка. Обычные все седла приезжают вот так вот, ну, типа картонки перекрученные и на том. А тут оно все такое в картоне, все вырезанное на зажимчиках. Любо-дорого смотреть, прям одно удовольствие. Про Uber True Street Brand рассказали, про историю рассказали, про все рассказали, мы снимаем в нашем новом магазине Скелетон, это новый канал, поэтому нам просто пипец, как нужны ваши подписки, лайки и расшаривание этого видео. Мы остались без соцсетей, у нас контакт начинается с нуля, YouTube начинается с нуля, поэтому голос каждого важен, пожалуйста, поделитесь этим видосом, подпишитесь на наш канал, поставьте лайкосик. Чем быстрее мы наберем аудиторию, тем быстрее мы начнем делать всякие крутые движухи, ну, в любом случае начнем делать крутые движухи, но если их будет видеть как можно больше народа, мы будем гораздо счастливее. Всех люблю, целую, пока.